Я скажу для вас очень грустную вещь. Скорее всего, что депозиты будут снижаться, а кредиты я не могу с уверенностью сказать, что будут снижаться. Потому что, скорее всего, в этих условиях будет нарастать риск маржа самих банков. И поэтому снижение депозитов за собой не скоро потянет снижение кредитов. Потому что многие регуляторные и надзорные меры приводят к удорожанию рисков для самих банков, к удорожанию стоимости ресурсов, но никак не приводят к их снижению. А, соответственно, депозит привлекать по высокой ставке уже становится не очень возможным. Правда, это хорошо, когда постепенно наши клиенты привыкают к тому, что депозит. Главное, чтобы депозит превышал инфляцию. А вот надеяться, что разрыв между депозитом и кредитом... Человек ведь психологически такой анекдот тоже есть, хотя он из реальности. Когда он приходит, говорит, скажите, сколько у вас стоит кредит? Ну, ему говорят, кредит стоит 18%. Он говорит, а сколько у вас депозит стоит? Говорит, ну, депозит у нас 12%. Ну, хорошо, говорит, тогда я депозит хочу. Ему говорит, нет, депозит это мы берем, а не вам даем. Он говорит, а почему, если вы берете, я почему не могу взять? Это реальная жизнь в такой глухомании одной, когда он не может понять, почему ему кредит дают под 18%, а депозит под 12% дают. Понимаете, да, есть большая разница, но люди постепенно начинают понимать, что такое депозит. И уже аппетиты на такие высокие ставки постепенно начнут тянуть за собой вниз. И кредитные ставки, но только тогда, когда еще и риск маржа начнет сокращаться за счет того, что и центральный банк будет большим гарантом выступать того, что выданная лицензия – это что-то значит. А с другой стороны, правоохранители и судебная система будут понимать, что надо приходить в банк не только тогда, когда тебе чего-то надо, а надо рассматривать возникающие проблемы с мошенниками, с аферистами, со всякого рода рисками, ну, несколько в другом ракурсе. Вот это вот очень взаимосвязанные вещи с бизнес-климатом и с работой силовых структур. Продолжение следует...